Русские субтитры В живых тем с большей легкостью избранные морлоки освоят наши жизненно важные богатства, то этот западный социал-дарвинизм, эта теория отбора достойных жить в условиях кризиса ресурсов имела своих предшественников. Гитлер, Геринг и Гиммлер главной своей целью ставили уничтожение России. Нет, не уничтожение в России большевизма и советской власти, как об этом любят говорить некоторые либералы, но прежде всего уничтожение России как государства и русских как государства образующего народа. Гитлер перед началом наступления по плану Барбаросса так внушал своим генералам. Необходимо при всех обстоятельствах избегать замены большевистской России государством национальным. Нацистский теоретик Альфред Розенберг разрабатывал на практике планы расчленения целостной России и ослабления русских как народа за счет создания мелких полуколониальных государств. Почти как сейчас. Вот в одном из соседних нынешних государств президент, министры и депутаты получают зарплату за счет бюджета Соединенных Штатов Америки в долларах. И Гитлер и Гиммлер платили бы, и делали бы это с удовольствием, но только в рейхсмарках. В генеральном плане Ост Гиммлер заявлял, надо разгромить русских как народ и разобщить их. Германские планировщики истребления русских недвусмысленно заявляли, многие миллионы станут излишними на этой территории, они должны будут умереть или переселиться в Сибирь. Попытки спасти там население от голодной смерти могут быть предприняты только в ущерб снабжению Европы. Когда я думаю об этом и вижу, как живет сегодня Россия, через 60 лет после победы, мне кажется, что Вторая мировая война все еще не закончилась. А Гитлера, Гиммлера и Геринга просто-напросто зовут сегодня как-то иначе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 1 ноября отчаяния и уныния посетили фельдмаршала Эрвина Ромеля, и он записывает в дневнике «Это конец для нас, битва проиграна, вражеские орды буквально захлестнули нас, мы накануне африканского Дюнкерка, много наших солдат героически пали рядом с итальянцами, части дивизии Фальгора равны нашим лучшим войскам, я завидую мертвым, которые уже обрели свою судьбу». Как и следовало ожидать, в конце концов очевидное материальное преимущество союзников поставило немецкий африканский корпус в безвыходное положение. Восьмая британская армия значительно превосходила немцев в количестве танков, в том числе американских типа шерман, орудий и самолетов. Гитлер не хотел и думать, что война в Африке проиграна. В то время как войска Ромеля уже отступали, фюрер напутствовал фельдмаршала следующими словами. Несмотря на превосходство, враг достигает предела своей силы. И не впервые в истории суровая воля восторжествует над мощными батальонами врага. Вы не можете указать вашим войскам иного пути, кроме как к победе или к смерти. В начале ноября 1942 года премьер-министр Великобритании Черчилль сказал министру иностранных дел Энтони Идену. Пожалуй, из Африки мы их вот-вот вышвырнем. Черчилль поторопился. Он не учел гитлеровский темперамент и его личный опыт стойкого солдата Первой мировой войны. 6 ноября 1942 года верховный главнокомандующий вооруженными силами Советского Союза, генеральный секретарь ЦК ВКПБ, выступил перед московским партийным активом. Приближалась 25-я годовщина Октябрьского переворота и взятие власти большевиками. И лидер страны должен был как-то объяснить, почему столь славную годовщину омрачают немцы, бои с которыми идут не где-нибудь, как минимум в Восточной Пруссии, а на Нижней Волге. Сталин умел убеждать и начал с перечисления достижений. Во-первых, сказал Сталин, никогда еще страна не имела такого крепкого и организованного тыла. Это была правдой, бесспорной правдой. В тылу работали на совесть и для победы. Затем настала очередь полуправды. Все неудачи Второго года войны Сталин объяснил отсутствием Второго фронта. Мы знаем, что это было не совсем так. Потом Сталин повторил свою версию о том, что Вермахт после Волги и Сталинграда двинется на север, чтобы окружить и взять советскую столицу. Вермахт в это время не имел таких планов. Затем Сталин проанализировал состояние англо-советско-американского блока и заявил, что союзникам под силу разгромить любого врага. Важным было и заявление Сталина о том, что Советский Союз не собирается уничтожить Германию, но уничтожить гитлеровское государство можно и должно. В целом, не посыпая голову пеплом и не анализируя ошибок, Сталин выглядел достаточно уверенным в будущем. В приказе, подписанном Сталином в качестве наркома обороны, впервые прозвучали слова «Будет и на нашей улице праздник». Действительно, праздника осталось ждать очень и очень недолго. За время оборонительного этапа Сталинградской битвы части 62-й и 64-й армии почти полностью сменили свой состав. Неизменными оставались только штабы и номера армии, а на передовую постоянно приходили все новые и новые солдаты. В начале ноября советское командование уже отчетливо понимало, что у противника нет сил и средств для решающего удара. И вместе с выпавшим снегом и затухавшей яростью борьбы внутри разрушенных городских кварталов, можно было все больше и больше резервных танковых и пехотных частей скрытно накапливать севернее и южнее Сталинграда. 11 ноября Паулюс силами пяти дивизий предпринял попытку еще одного, как показал ход дальнейших событий последнего немецкого наступления в Сталинграде. И немцы едва не добились поставленных целей, да от Волги их отделяло теперь уже всего лишь каких-то 100 метров. Но тем не менее поставленные задачи вермахтом решены так и не были. Уже к середине дня 12 ноября 1942 года стало ясно, что немецкое наступление выдохлось. И вот здесь-то начал вступать в силу, начал приводиться в действие план стратегического контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. План, история подготовки и разработки которого таит в себе немало загадок и представляется не до конца выясненной. И с точки зрения того, когда и при каких обстоятельствах он начал разрабатываться, и с точки зрения авторства, применительно к этому плану стратегического контрнаступления. Со всей отчетливостью нужно сознавать то, что этот план был скорее всего плодом коллективного творчества. В его разработке непосредственное участие принимали Жуков, Василевский, командующие фронтами, которые были задействованы в этой контрнаступательной операции. Еще в августе 1942 года обсуждались высшим военным командованием Красной Армии некоторые наметки этого плана. Впрочем, это был еще не тот стратегический план контрнаступления, который в ноябре был приведен в действие, а скорее, по выражению Жукова, план контрудара, который преследовал цель остановить, задержать продвижение немцев. В конце сентября на заседании в Ставке уже более детально были обсуждены и одобрены некоторые положения этого плана, а затем в октябре, в начале ноября Жуков и Василевский выезжали на театр военных действий, выезжали на фронты для того, чтобы уже на месте уточнить многие детали этого плана контрнаступления. В начале ноября американский флот сумел перебросить на остров Гуадалканал еще 6 тысяч морских пехотинцев. Не желая уступать этот ключевой остров с аэродромом, японское командование направило к нему транспортные суда с пехотой под прикрытием боевых кораблей. Американская и японская эскадры ночью совершенно неожиданно оказались на сходящихся курсах. Трудно сказать, в чьих рядах возникла паника, но затем в течение получаса походные ордера нарушились, корабли перемешались и ночная схватка стала похожа на свалку, беспорядочную и неуправляемую. Какие корабли и кого обстреливали, своих или врагов, и до ныне неизвестно. Но утро, разведя японские и американские корабли, показало, что обе эскадры тяжело пострадали. Японцы потеряли два эсминца, а флагманский линкор «Хия» получил более 50 попаданий и в конце концов был добит американской авиацией. Американцы потеряли четыре эсминца, крейсер «Атланта». Остальные американские корабли были тяжело повреждены, а крейсер «Джуно» японская подводная лодка отправила на дно. Но несмотря на потери, на следующий день, 14 ноября, американцам удалось потопить семь транспортов с японской пехотой, и только четыре других судна успели высадить войска на остров Гуадалканал. Это продлило японскую оборону, но цели отвоевать Гуадалканал Япония себе уже не ставила. Западные историки битву за Гуадалканал и удачные действия 8-й британской армии в североафриканской пустыне сравнивают со Сталинградской битвой и называют решающими сражениями Второй мировой войны. Для любителей истины нетрудно убедиться в том, что это несравнимые между собой явления. Тихий океан был осенью 42-го года второстепенным театром военных действий, о чем не однажды вслух говорили военно-политические руководители Соединенных Штатов Америки. И отдавая должное мужество американской морской пехоты на Гуадалканале, все же невозможно сравнивать бои дивизионного масштаба с гигантской многодневной мясорубкой в Сталинграде. Что касается Северной Африки, то ни масштабы военных действий в пустынях Ливии и Египта, ни их влияние на весь ход войны в Европе не сравнимы со значением Сталинградской битвы. Интересно, что тогда, в ноябре 42-го года, союзники не сомневались, что судьба Второй мировой войны решается на Волге. Ранним утром 8 ноября в Северной Африке во французских владениях в районе городов Арана, Алжира и Касабланки началась высадка десантов-союзников по плану операции Торч. Утром этого же дня правитель Франции маршал Петен получил послание президента Соединенных Штатов, в котором Рузвельт напоминал, что совершила Германия в отношении Франции и предлагал Петену сотрудничество в африканской операции союзников, заверяя, что Великобритания и США не собираются аннексировать какую-либо часть французской Северной Африки. Петен ответил немедленно. В тот же день он сообщил американскому президенту, что узнал об агрессии с тревогой и печалью, что Франция сама способна защищать свою империю и сделает это даже в отношении своих старых друзей. В этот же день правительство Виши разорвало дипломатические отношения Соединенными Штатами Америки. Опытов в проведении крупных десантных операций у союзников еще не было. И американских десантников спасло то, что сопротивление французских войск оказалось слабым, неохотным, разрозненным и продолжалось формальным образом всего два дня. Генерал Траско так оценил начало операции «Торч». Неопытность команд высадочных войск, плохое кораблевождение и отчаянная поспешность, вызванная опозданием, превратила высадку в операцию неудача, которая при наличии хорошо вооруженного противника, намеревающегося сопротивляться, привела бы к поражению. А генерал Паттон выразился в свойственной ему манере. «Я твердо убежден, что крупный успех операций на море и на суше, проведенных западным оперативным соединением, был достигнут только вследствие вмешательства проведения. Поэтому я буду рад, если мы выразим свою благодарность совершением религиозной службы». Проведение обычно было на стороне Гитлера, а на этот раз оно изменило ему и перешло на службу союзникам. Стратегически страны АСИ сразу попали в безнадежную ситуацию. Их войска с востока теперь преследовала 8-я британская армия, а с запада угрожали, хотя и неопытные, но хорошо оснащенные и многочисленные американские части. В африканском корпусе Роммеля в эти дни осталось всего 35 танков. Почти закончились боеприпасы. Роммель умело уходил от медлительного, осторожного Монтгомери, и, видимо, лучшим решением в эти ноябрьские дни была бы эвакуация испытанных ветеранов африканских боев в Италию. У Кессельлинга для этого стояли наготове транспортные самолеты. Но Гитлер решил иначе. 11 ноября Гитлер принял одно из своих самых парадоксальных и ошибочных решений. Напомним, в африканской кампании даже в дни самых крупных успехов Роммеля Гитлер всегда отказывал ему в свежих войсках, в подкреплениях, даже тогда, когда у Роммеля появлялись шансы прорваться к Суэцкому каналу и к пирамидам Каира. Гитлер объяснял Роммелю, что после нападения Германии на Советский Союз африканский театр военных действий является второстепенным. И вот после высадки союзников в Алжире и Марокко, после неудач Роммеля в районе Эль-Аламейна, Гитлер вдруг решил намертво вцепиться в африканский театр военных действий. В Тунис было решено перебросить немалое количество войск. Транспортные самолеты Ю-52 перевезли в Тунис одну танковую дивизию, три пехотных, две итальянских дивизии, артиллерийские войска, войска ПВО и специальные саперные части. Зачем такое количество войск оказалось в Африке, когда пора было бы подумать об эвакуации из Африки испытанного африканского корпуса? С военной точки зрения это никак не объяснить. Может быть, можно объяснить с политической? Может быть, Гитлер хотел помочь своему другу Муссолини и удержать Италию в качестве союзника? Или Гитлер продолжал протестовать против реальности и жить наперекор всем и всему в своем иллюзорном мире? Во всяком случае, действительность показала. Да, вермахт в Тунисе еще дал несколько военных уроков союзникам, но в конце концов все эти войска были обречены на сдачу в плен. Хроника событий на Средиземноморье такова. 9 ноября в Тунис направлены первые италонемецкие войска. В этот же день английский флот полностью уничтожил конвой Дуйсбург, потопив 7 судов с военным снаряжением и 2 эсминца. 11 ноября вермахт полностью оккупировал Францию. Немецкие моторизованные колонны, согласно давно подготовленному плану, двинулись по дорогам Франции на юг к Марселю, Леону и к побережью Средиземного моря. Парашютисты высадились на Корсики. В этот же день Гитлер отдал приказ о создании плацдарма в Тунисе. 12 ноября 8-я армия англичан полностью овладела Египтом. 13 ноября британские войска взяли порт Тобрук. В этот же день, 13 ноября, транспортные самолеты начали перебрасывать в Тунис первые подразделения италонемецких войск. С востока в Тунис отступала разбитая африканская армия фельдмаршала Ромеля. Вместо прежней маневренной войны в пустыне начали возникать контуры крепости Тунис, неприступной, по мнению Гитлера. Захватив Северную Африку, союзники попытались отодвинуть главу сражающейся Франции генерала Шарля Деголя на вторые роли. Американцы сделали ставку на генерала Жиро и продолжали дипломатические отношения с оставленником Виши адмиралом Дарланом. Деголь был крайне возмущен. У него всегда нелегко складывались отношения с Черчиллем, а с Рузвельтом они вообще не переносили друг друга. Но именно галлисты составляли большинство среди активистов французского сопротивления Третьему рейху. В ноябре в Северной Африке американцы не признавали этого, пытаясь примирить Деголя, Жиро и Дарлана. Политически это было затеей бесперспективной. Черчилль 16 ноября встретился с обеспокоенным генералом Деголем и заявил ему, что позиции английского правительства остается прежней, все обязательства перед сражающейся Францией будут выполнены, а ему, Деголю, надо запастись терпением. Но терпения как раз всегда и не хватало Деголю. 13 ноября Сталин утвердил план контрнаступления советских войск под Сталинградом. В наступление должны были перейти войска юго-западного Донского и Сталинградского фронтов. Интересно, что на следующий день, 14 ноября, Гитлер сказал генералу Йотлю, что русские в Сталинграде находятся на последнем издыхании и Паулюс до наступления Морозов должен полностью взять Сталинград. Что могла знать немецкая военная разведка о планах советского командования в начале ноября 1942 года? Этот вопрос остается одним из самых интригующих в истории Второй мировой войны. Вопреки распространенным представлениям и мемуарным заявлениям представителей советских органов госбезопасности, по всей видимости, немецкая военная разведка как Абвер, так и отдел генерального штаба иностранной армии Востока, которым с апреля 1942 года руководил полковник Рейнгард Геллен, имели один или два серьезных источника в Москве. За время войны эти источники сумели несколько раз передать немцам несомненно стратегическую информацию, которая оказывала очень серьезное влияние на принятие оперативных решений в командовании Вермахта. 4 ноября 1942 года Геллен получил сообщение от неизвестного источника, который подчеркивал, что в районе 15 ноября советское командование планирует провести серию наступательных операций под Ленинградом, под Грозном, южнее озера Ильмень, и что для нас особенно интересно, под Сталинградом и под Ржевом. В сообщении этого безвестного агента указывалось только, что атака советских войск под Сталинградом начнется на правом крыле Юго-Западного фронта, хотя в действительности на самом деле она началась на левом, но это не имело принципиального значения, потому что все равно раскрывало замысел советской ставки глубоко охватить фланг 6-й полевой армии Паулюса. О каком фланге при этом шла речь, румынском или итальянском, не так уж и существенно. Ржевское направление в планах советской ставки имело, вероятно, еще большее значение, чем сталинградское. Поэтому Гелен в своем докладе начальнику генерального штаба генералу пехоты Курту Цейцлеру, который состоялся 6 ноября 1942 года, доложил, что наибольшая опасность в настоящий момент, по его мнению, угрожает войскам группы армий Центр, как раз на Оржевском направлении. Что же касается ситуации под Сталинградом, то Гелен здесь высказался очень осторожно и весьма неопределенно. В штабе 6-й немецкой армии не знали ничего реального о советском плане и конкретных датах. Генералы Паулюс и фон Вейхск, волнокомандующие группы армии Б, тревожились о флангах своей группировки, что вполне естественно при беглом взгляде на карту. Построение немецких войск было уязвимо. Уязвимо вдвойне, потому что фланги обороняли румынские, итальянские и на юге сильно поредевшие части 4-й танковой армии. Но послевоенные утверждения, что немецкие генералы предлагали оставить район Сталинграда и отступить, не имеют документальных свидетельств. Конечно, вермахт после Сталинградских боев был уже не тот победоносно шагавший через Дон к Волге. Немцы получили отпор, потеряли уверенность в себе, воинский лоск, пассионарность. Их физические и моральные силы были на исходе. В самом построении вермахта уже исчезла та функциональная строгость и четкость, с которой наш противник начинал войну. Например, танковые армии 1-я и 4-я только по названию числились танковыми. Но большинство дивизий в них были обычными, пехотными. Подготовка к контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом осуществлялась в режиме строжайшей секретности. И это неудивительно. Ставки в этой игре были слишком высоки. В оперативном управлении Генштаба Красной Армии была изготовлена секретная карта, содержавшая всю необходимую информацию. Карта существовала в единственном экземпляре. Примечательно, что еще за несколько недель до начала контрнаступления была прекращена всякая почтовая связь между личным составом фронтов, участвовавших в операции, и их семьями. Можно представить себе чувство и состояние родных и близких бойцов и командиров, которые вдруг перестали получать какие-либо весточки с фронта. Но ситуация требовала этого жесткого решения. И, наконец, еще об одной вещи нужно сказать особо. Это маскировка, которая использовалась, которая применялась во время передислокации войск. Задача была архисложная, почти невыполнимая. Хотя бы уже только по той простой причине, что к северу от Дона еще были какие-то, ну, если не лесные массивы, то, по крайней мере, кусочки лесистой местности, которые могли способствовать скрытному передвижению войск, то к югу от Сталинграда, в голых степях, осуществлять передислокацию большой массы войск и боевой техники было невероятно сложно. И, тем не менее, принятые меры возымели позитивный результат. И когда 19 ноября 1942 года в 6.30 утра началась артподготовка, предвещавшая грядущее наступление, это стало неожиданностью для немцев. Поздним вечером в Сталинграде в линдаже командующего 62-й армии генерала Василия Чуйкова проходило обсуждение возможностей дальнейших активных оборонительных действий. Силы армии были на исходе, просьбы Чуйкова о пополнении наталкивались на твердый отказ. В последний час, 18 ноября, раздался звонок из штаба Сталинградского фронта и командарма предупредили, что скоро штаб 62-й армии получит приказ. «Мы все переглянулись», пишет в мемуарах Василий Чуйков. «О чем может быть этот приказ?» подумал каждый из нас. «О чем может быть этот приказ?»